Стартует общий тест обновления 1.0.1. Он пройдёт в два этапа. Игроков ждёт новая нация, возвращение карты провинция, изменение премиум снарядов и расходников, а также уникальный игровой режим. В игре появилась новая нация — Италия. А вместе с ней и совершенно новая механика — до заряжания. Но о ней позже. С первого по четвёртый уровень традиционное знакомство. Неспешные машины, лёгкое бронирование и эксперименты с калибрами. Прокачиваются легко и непринуждённо. С пятого по седьмой танки наращивают мобильность и огневую мощь. На топовых машинах начинается самое интересное — механика до заряжания. По сути, данная система — это сочетание барабанной и стандартной систем. Сразу после выстрела механизм начинает дозарядку нового снаряда в магазин. Чем больше снарядов в магазине, тем быстрее заряжаются недостающие. Первый снаряд будет заряжаться дольше остальных. Последующие всё быстрее и быстрее. Если вы совершите выстрел до полной зарядки снаряда, процесс будет прерван и начнётся заново. Смена типа снаряда также запустит перезарядку с нуля. Восьмой уровень — П-44 «Пантера». У танка длинноствольная 90-мм пушка с хорошими углами склонения. Мобильность также на уровне. Можно быстро занимать выгодные для стрельбы позиции. Девятка — прототипа «Стандарт-Б». Динамичная в сочетании с мощным 105-мм орудием и новой системой дозаряжания. Она отлично покажет себя на средних и дальних дистанциях. Венец ветки — Progetto M40 Mod 65. У него самые комфортные параметры новой механики. И в отличие от остальных машин, четыре снаряда в барабане. Добавляем хороший разовый урон и получаем отличного тактического бойца. С появлением итальянской ветки в игру возвращается знакомая многим карта «Провинция». Она доступна для техники с 4 по 10 уровни. Карта выросла, похорошела. А главное — сохранила прежнюю особенность — интересные позиционные бои. Посмотрим, как она покажет себя в деле. Оставляйте свои отзывы и комментарии в специальной теме на форуме. Отключается продажа премиум снарядов и расходников за игровое золото. Мы хотим сократить их количество у игроков и параллельно прорабатываем варианты их изменения. Это не финальное решение вопроса, а первый шаг на пути к нему. Подробнее об этом расскажем в обзоре обновления. На общее тестирование добавлен режим «Линия фронта», знакомый многим игрокам по серверу «Песочницы». Он доступен только для техники 8 уровня. Игроков ждут масштабные сражения 30 на 30 на специальной карте, где команды выполняют роли атакующей и обороняющейся сторон. Задача атакующих — прорыв обороны и уничтожение крупнокалиберных орудий. Защитникам придётся защищать орудия от уничтожения до истечения времени боя. Также у игроков будет арсенал боевых расходников, авиационная поддержка, артиллерийский удар, дымовая завеса и другие. Они помогут точечно влиять на боевые события и смогут в нужный момент переломить ход сражения. Режим не планируется как постоянный и будет доступен ограниченное время. На этом всё. Удачи на полях сражений!